Такой совет. Вот идет девушка с синим зонтом и чувствует, что ее накрывает с головой любовь. Что ей делать? Не, ну понятно, я сейчас не про вас. Да, вот что? Представим ситуацию гипотетическую. Не вы, а какая-нибудь девушка. Тоже собака. Тоже вот. Все как про вас, только это не вы. Сразу объятия. Спасибо вам большое. Такая ситуация. Ведет девушка по улице. Дождь. Уже все? Извините. Вот смотри. Вот представим такую ситуацию. Значит, женщина работает в овощном магазине. Приходит мужчина у нее что-то покупать, и она чувствует, она влюбилась. Что ей делать? Что бы ты посоветовала ей делать? Мне, пожалуйста, килограмм черешни и килограмм битвов. Сейчас тебе прям переведу. А женщине что делать? Не знаешь? Молчать? Пусть сам предложит. Да? Ты женщина не должна первая ничего делать, да? Ну, если она влюбилась, вот чувствует все. Она влюбилась. Что делать? Трудный вопрос, да? Ты бы что сделала? Да. Будьте добры, можно с вами посоветоваться? Нельзя? Извините. Не разрешают люди. Так, представьте себе такую ситуацию. Девушка работает в магазине. Не вы, не вы. Какая-нибудь другая девушка работает в магазине. Приходит мужчина в магазин, и она чувствует, что ее накрывает с головой любовь и возбуждение. Что ей делать? Вы тоже нечестно. Я от обычной. Нет. Я наоборот. Любовь и возбуждение, но это людей интересует, вам противно. А что девушке делать? Ей его послать, куда надо. Слушай, ей надо его послать. А грубо надо послать или нежно? Послушайте. Да. Вам вообще-то не с кем. Но вы мне нравитесь, как человек. Слушай, я не люблю вот эти темы. Не общаться все обои. А давайте какую-нибудь тему найдем, которая нам обоим... Вы еще покупаете? Да, давайте. Творога мне, пожалуйста, сметаны, сыра и соевый соус. Ну, спасибо вам огромное.